При этом ситуация с водой близка к критической и в Иркутске. В большинстве водоемов запрещено купаться, ведь это чревато серьезными болезнями. Сегодня специалисты искали ответ на вопрос, откуда в воде возбудители инфекции. Удалось ли найти его, узнает Павел Марчаков. Купаться в такой воде отважатся немногие. Эта непонятная субстанция плавает практически по всему заливу в районе ледокола Ангара, излюбленному месту отдыха горожан. Сегодня его посетила комиссия, проверяющая ищет источник загрязнения воды. Пробы показали превышение бактерий, которые вызывают кишечные инфекции. Под подозрение попадает эта стройка. Здесь странной тины больше всего. Каждое утро здесь грязь. Бензин с грязью. Откуда эта грязь? Ну это вообще тина, наверное, какая-то. Нет, я вам еще раз говорю, это оттуда все тянет. Именно оттуда, как с залива, вся грязь, которая идет, она идет к берегу. А потому купание возле берега запрещено, можно подхватить опасную инфекцию и в итоге попасть в больницу. Это показали взятые пробы воды. Отходы жизнедеятельности человека могли попасть сюда как минимум двумя путями. Из кафе или с ледокола. Оказалось, на корабле вся система канализации отлажена. Когда машина подъезжает, туда шла, вставляет. Мы зацепили, да, не откачали. Не откачали. Алиби есть и у кафе. Специалисты предъявили проверяющим договор на вывоз отходов. Здесь все нечистоты скапливаются в выгребной яме. Попадание масс в ангару невозможно. Поэтому можно предположить, сказать, что превышение по микробиологическому показателю в водном объекте – это низкая культура нашего населения. Дождевыми стоками это может быть вполне. Ежедневно здесь отдыхает по нескольку сотен человек, а оборудованных туалетов всего лишь два. К тому же платные. 25 рублей за одно посещение. Понятно, что немногие отдыхающие ими пользуются. Причем, чтобы водоем стал непригодным для купания, достаточно невоспитанности нескольких десятков пляжников. Купаться в этом месте можно будет только тогда, когда будут готовы результаты повторного исследования воды. Пробы должны показать полное отсутствие опасных для человека веществ. Экспертиза будет готова примерно через месяц. Это значит, что все это время эти аншлаги будут актуальны. Павел Марчуков, Андрей Назаров. Новости по будням.